всех приветствую с вами я веган христолюб на своем сегодня очередное видео называется она на значке гнилое слово ну а в названии я добавил о каких гнилых словах я тут не стал в кавычках ставить значки а может еще поменяю подумал называется ролик мат или матершина сленг жаргон феня и прочее там синонимов очень много слова от бога от бога ли эти слова можно ли их употреблять человеку вот такой вот сегодня название такая тема такой вопрос поводом для видео явился комментарий некой не на малясова мы не знакомы но я мед по переписке как-то еще с кем ты иногда дружишь общаешься я так понимаю недавно стал смотреть мои ролики но она не написал три комментария один в принципе не вопрос просто утверждение но по поводу там войны что напротив войны на работе поделилась но и сказали что таких как она уже уже включили в списке вот вот второй был по поводу гомосексуализма она услышала вот в этом видео по моему я не помню все три комментарии были к этому кролику один против всех там я писал говорил о том что не надо бояться быть против системы быть против мнения большинства зачастую лжи вы знаете древние мудрецы очень часто говорили если ты согласен с большинством подумай в чем-то неправда это действительно такая мудрость очень часто в жизни применяемая и не помню же три комментарии были как только к этому видео или нет но в общем вот так и по поводу гомосексуализм у меня есть видео я дал ответ и ссылкой в ответном комментарии поделился с ним и посмотрите на здоровье но 3 комментарии звучал вопрос комментарий звучал так как вы думаете усу иисус употреблял гнилые слова гнилые в кавычках насрать я такими словами выражаюсь и не напишет насрать это то есть я так сказал и это так и есть они они от нет нет не отвергаю не отрицаем это какое слово стало вас недавно слушать назидают ваши слова но вот иногда вы говорите такие слова которые режут в кавычках ухо я думаю что из уст христа не исходили подобные слова как вы думаете ну вот я так как сейчас 21 мая 2022 года заканчивается весна посевной сезон я сейчас не очень много могу уделять внимание проповедям и много времени и свободного какой есть я уделяю каналу христалют чтение библийных писаний там снова шортс контент я делаю ну и кое-что еще готовлю материалы для этих видео и тоже пускай поэтому ролик будет длинный готовьтесь они мне всегда длинны это я так для отмаза сказал но кто меня давно знает знает что это гнилые отмазы потому что в принципе я и так записываю длинное видео но иногда они длинные по существу иногда длинные так я сейчас редко пишу последний ролик на неделю назад я записал мне хочется побольше поговорить я сам нами отчасти скучаю потому что не не записываю ролики вот и распространяюсь подрыв вот и поэтому я просто хочу сказать что знаете вот по поводу этих гнилых слов конечно же я я более шести лет на ютубе уже проповедую в реале жизни на ютубе в частности и конечно же у меня на многие темы нам уже записаны видео говорил в принципе моя миссия я принципе свою миссию считаю проповедническую исполнены до зачастую мне всегда есть чем поделиться с человеком задачами кит вопрос то что все жизнь она и сложная и просто одновременно альфа омега начало и конец то и вот как там был вопрос гомосексуализм я уже бросил видео все мне там прибавлять убавлять нечего да вот и по этими словам конечно же вы знаете за время моего но все что сейчас буду разглагольствовать я говорю хоть и по скуке но буду конечно же это будет непосредственно связано к теме просто кто не любит большие ролики тому конечно тяжко или придется это закрыть видео вот но я говорю как говорю и конечно же у меня были разные слова некоторые у меня уходили как у любого человека в жизни что-то меняется я живу человек вот и и и и и на это на этот вопрос мне тоже не раз укоряли за слова там даже за слова идиоты за слова нафиг пофиг я помню да да и все пофигу и мне пофигу до сравнивали по пофигу с пах по хрен а то еще и похлеще да я сразу могу сказать что в принципе видите не на привела мое слово насрать мы его разберем она наращалась не знаю кто как реагирует но я же выражаюсь так иногда да вот но я могу сразу сказать кто не знает но жизнь да я покаялся больше 10 лет назад и проповедую учение христа учение о совершенстве о совершенстве в любви но в святости святость это любовь свободы и бессмертия а любовь это и святость в принципе сама это стопроцентное совершенство это чистота это беспятная порока церкви невеста христова да поэтому человек должен быть совершенно прекрасным во всем вот и как бы я по сути мы сейчас подставляем под слова гнилые не на специальные так понимаю взяла его в кавычки как бы на но гнилой здесь и на сказать на понятно слово не может быть гнилым но и по сути она и режет ухо в кавычки взяла да то есть по сути это конечно и на сказательные слова с другой стороны на что-то в конце спросил меня как я думаю то есть она оставляет место для мысли что действительно это такое слово все таки или не такой гнилой но или не гнилой поэтому она и взяла его в кавычках ну хотя может быть она имела только ввиду одно что это иносказательное смысл но я подразумеваю надеюсь что она не надеюсь ну как надеюсь то что я с ними как бы и согласен не согласен сейчас буду говорить в чем да вот и и вот сам-то я 12 лет назад когда покаялась когда бог явился мне я изменил свою жизнь я матерился матерился очень как сапожник уже как говорят хотя и материал себя еще со школы как и все наверно в детстве мы этому научились но не все не знаю короче большинство все меньшинство не суть важно многие немногие не знаю одному богу известно все эти проценты тоже не цепляются назад то что я так выражаюсь не знает моё субъективное конечно мнение я не бог еврея не созерцаю всю вселенную в обновении ока чтобы действительно выдавать вам непогрешимую статистику да причем кого какие люди окружают но в моем понимании от большинства потому что моем окружении с детства мы все там матерились да еще с детства начинали все это и продолжалось долгое время вот но когда я покаялся я так скажем материться перестал сейчас мы мы сегодня будем разбирать что такое мат я говорю ролик как я надеюсь людям все-таки интересно потому что тем я раскрываю в полноте раскрываю с размышлениями о них да я не живу по принципу закона вот там где-то написано или кто-то дядя стёпа сказал это хорошо это плохо я вот тупо делаю не вника нет я достиг того чего и достиг то благодаря тому что я размышляю над всем и все что согласуется с добротой с любовью я принимаю а просто по принципу да вот там палочки в субботу собрал размажи ему череп кирпичами я не живу да именно потому я есть кто я есть а я есть любовь поэтому естественно я принимаю комментарии претензию комментарии нины как бы шла на то не вкладывала и хочу дать ответ свой для здания и остальным ей дать ответ я не тяжело писать и терпеть не могу кто знает писать потому что у меня нет к этому дата таланта дары расположения да мне проще вот так вот здесь выражаются мои эмоции голосовые визуальные легче правильнее воспринимается информация вот чем просто текстом без эмоциональным вот и и знаете по поводу слова конечно же эти вопросы были были укор в мою сторону я где-то даже отвечал и несмотря на то что у меня рю за 6 лет на ю тубе более двух тысяч уже видео совокупно на всех каналах проповедник блогер в частности неважно у тебя может быть какой угодно огородный там блог канал в принципе мы помним все свои видео я думаю что многие блогеры так помнят да и спрашивают там что-нибудь а как-то про огурчики а как про помидорчики он сразу знает какой ролик приблизить мне в памяти картинка это значок значок видео как называется это да может быть даже у по полное название помню где это найти как-то и дать ссылку да я с удовольствием тоже даю ссылки и в ролике упоминаю не одно свое видео к сожалению когда блогеры ссылаются вот в этой аннотации там дам ссылку я свои ролики не переслушиваю что потом именно в эти места встали аннотации но я даю много параллельных уже ссылок на места которые связаны с этим все о чем сегодня буду говорить да пожалуйста заинтересовал ролик и даже уже о гомосексуализме я вспомнил то что не на задавал вопрос она сразу три комментарии мне в личном кабинете я увидел я даже не помню к этому одному видео или к разным вот пожалуйста пишите в комментариях говорите в причем на какой минуте я сказал что я мог все что пересмотреть и как раз зайдя дать ей ссылку всплывающих аннотации конкретному времени ну и всегда я напишу в комментарии в закрепленном комментарии в описании к ролику могу добавить все ссылки на те видео на которые ссылались они несмотря на то что я сам проповедую всегда такое последовательное изучение и может быть та же сама не нас мод стал смотреть мой канал как-то там изучать последовательно это хорошо если это так но если какая тема боль на данный момент знаете жить надо живой жизни сегодня есть вопрос на него надо получить ответ то можно отклониться и послушать еще те ролики которые я ссылки на которые даю чтобы картина была в полноте тоже мы сегодня много будем разбирать я конечно все равно все эти темы которые мы сегодня возьмем я сам разложу но так как знаю что у меня уже есть более крупные ролики еще с открыванием конкретной темы которые мелко смотрю то все-таки мои рекомендации их тоже просматривать хотите реально познавать истину находить ответы на свои вопросы я могу их дать брать или нет это ваше дело ну и вот и по поводу от курения то же самое да алкоголиках да да много чего да то есть конечно со временем я потихоньку закрывал одну тему другую каждый написан ролик это закрытый для тебя как проповедника вопрос что все тему кто-то писал тоже ссылку дал и все ты свободен я по курению по моему до сих пор на этом канале христалю проповедь и пищу в пустыне веган до сих пор нету видео курение вредное нет зло там не зло грех не грех прям будем говорить под словом гнилые я на не на я думаю как раз она об иисусе говорить она христианка там религиозная культовая на сколько свобода на во христе насколько она святая не знаю ну прямо надо говорить что посол гнилый прорез грех грешные слова иисус не употреблял гнил грешных слов да и вот там с курем с тем же самым но я но я говорил где-то вот так в роликах и я знаю хотя я кратко опять и говоришь что вопрос неоднозначный я дал на него ответ грех ли куриваю или нет да сам я тоже курил до покоения все бросил и я говорил об этом не раз почему и у меня несколько свидетельств не одно свидетельство где люди бросали после моих видео в одночасье не возвращались к этому хотя я прямо никогда за это очень не топлю более того я объясняю что это может быть грехом а может не грехом зависимости от обстоятельств вот и там я все раскладываю пожалуйста то интересует но я кстати помню где-то все-таки я у меня в голове такая картинка значка я вспомнил что у меня же еще канал избранная там не помогали присылали вот где вот так много говорю или причем на канале библия где при чтении я разные вопросы раскрываю мне стали сбрасывать я попросил тогда объявил такой скорее до сих пор то можно делать не сбрасывали какие-то отрывочки я сам находил ну нарезал их и дополнительно хотя это где-то есть но то тяжело в большом ролике найти а я вот это как и сейчас тему курю мог затронуть но там я в полноте допустим раскрыл сейчас я все равно кратце вкратце сказал я не буду все не раскрывать вот кому интересно тоже посмотрите но я помню что картинка было и и во первых я всегда помогаю подсказываю на youtube канале помимо общего поисковика наверху есть поисковик вот с такой слупой со значком именно по каналу того человека которого вы блогера которого вы интересуетесь до канала здесь ты вы уже непосредственно вводите какие-то слова которые вас интересуют на там курение гомосексуализм еще что-то матершина мат может перебрать разные слова грех и вам выйдут какие-то ролики это именно только с этого канала я сам чтобы найти этот ролик я точно могу не помнить я помню картинку но по картинке невозможно искать но тоже можно искать когда знаешь где но в названии может отличаться вот я должен название сюда писать мат или матершина целиком то что потом будешь искать там поисковик не настроен чтобы он искать знаете по части букв в слове он целиком слов и что если чуть неправильно набрал его не найти я даже найти не мог я набираю курение ничего не выходит курить ничего не выходит и когда уж я грех набрал тут там был название ну курение грех или не грех да и я его нашел на к за слову курение не добавил видео вот этот ролик и как видите даже стал я уже поправил он называется сигареты косметика грех или нет а на значке курить грех курить грех вопрос да или или нет вот и и я добавил курение косметики тоже курение в принципе вперед в голове как-то возникает оставляйте курение сигареты в одном названии ну такой себе хотя для поисковиков этот им лучше кто-то так ищет это сам вот и там вот 11 минут как раз тоже видео я там ответил да то есть оказывается даже есть принципе делиться можно хотя я сам уже забываю но потому что это а3 а отрывок все-таки было не целиком и я ведь типа под запамятую но который я вот так специально пишу уже навсегда и вот по поводу сегодняшнего соответственно это видео я где-то по моему тогда я тоже очень много я такую рубрику прям вопросов ответа вел роликов 50 получилось я где-то так раз в неделю помыли даже чаще делал и они по сути все канули я потом просил людей помогите мне их нарезать да потому что там я отвечал на подобные вопросы оттуда могли бы хорошие ролики получиться а ты просто отвечаешь называешь скучно ответ на вопрос ну да для кто тебя постоянно смотрит интересно получали назидание ну и все но у меня так как контент не с вами остается приходится заново и вот я чет не помню чтобы я за мат ролик у меня бы сразу всплыло как и руку про гомосексуализм я же поделился с ниной я бы таким роликом поделился но раз ничего в голове нету я не помню чтобы я такого прямо сегодня уже запишем этот вопрос тоже закрою вот так что в общем такой мне предисловие как вся на 15 минут но и переходим непосредственно к ответу на все эти вопросы разбираем его по темам здесь много разных тем знаете я всегда проповедую что жизнь в принципе очень просто и истина просто вечная жизнь бог естественно кто есть бог его сущность он вечная жизнь это свое имя существительное сущность значит что что делает живет но всегда это вечный двигатель его невозможно убить он просто есть и причем это не потому что он невозможно доковыряться он просто есть такой когда мы себе спросил бога кто-то вот я просто есть я не знаю кто ну так да образно как я говорю да вот я есть то что я есть ему это я есть вечная жизнь я не знаю что такое смерть и и знаешь какой жизнь потому что жизнь можно понять на фоне смерти а я никогда не умираю я просто есть вот я есть свобода хотя в антиноме я казалось бы раб любви да я раб доброты я могу творить зло да я творю его нет я свободен ну да а чё ж не творишь не хочу никогда не настолько не хочу что никогда его не стоит так я свободный или раб я свободен но выбирать добровольный рам по своей свободе и выбирают добровольное рабство доброты святости любви ну и вот это сама любовь если ты и выбираешь да вот кто есть такой бог поэтому естественно сегодня разбирая весь комментарий моего не знаю насколько поделим первое чтобы разобраться с этим вопросом вот мы сейчас разберемся иисус употреблял и такие слова нет первое с чего начну это грех то есть гнилые слова игры еще раз я надеюсь я правильно разумеваю вопрос претензию не на который принимаю как просто комментарий как недоумение как вопрос ко мне до употреблял в иисус эти гнилые слова по словам гнилые уже меняем не зря но в кавычках наказательно прямо употреблял ли иисус грешные слова на разобраться что такое грех на эту тему на моем канале христалю пропущу в пустыне есть сейчас я его открою у меня все видео на канале по плейлистам собраны по самым крупным темам раздел и вот пролистывая все в таком хронологическом неком порядке но только мне может поначалу понятно не всем а мне понятно но потом кто будет долго меня смотреть поймет есть два плейлиста 1 грех падения как все начиналось и грех вот я даю первую отсылку найдете эти плейлисты на в разделе плейлисты и на там вот все видео неважно сколько их тут 9 тут 15 что такое грех я кратко скажу более подробно милки сюда прошу да грех грех это добровольная есть все аналогичные страницы на моем союзе христалю точка ру или христалюпрф у вас адрес на экране грех это сознательное причинение зла человеку зло что такое это боль боль или страдает и сознательное причинение страдания человеку страданий через боль психическую физиологическую психологическую там как угодно у нас короче человеку плохо ты делаешь человеку плохо сознательно и второе не раскаянили не раскаянив бессознательно в случайном причинении этого вреда вы на ногу можете попятившись в автобусе просто наступить или даже вас толкнули вы отойдя немножко пиханули как-то кому-то наступили на ногу и вы повернулись ведь что человеку сделали больно если вы не извинились да не створили достойный плод покаяния пожелали всего доброго может дали конфетку если это ребенок или подарили букет цветов кто раз в руке хоть вы их своей женщине ехали но подарили и ты да вот сделать что-то доброе даже в ответ на эту боль то это опять же грех из гальда пошла ты эти ничего не должен ты и на ногу наступил до меня толкнули 100 оправданий ты сделал боль пусть несознательно извинись если есть еще постарайся свою вину загладить да вот что такое грех очень простая форма очень простая всегда говорю оговорка по скриптум ps да когда вас грешник укоряет в том что вы с ним вместе не согрешаете и что якобы вот вы не причиняете этому страдание я все на живом примере говорю я так понимаю всем понятно что если вас насильник говорит держи жертву да так же нет я не буду он будет и что меня не любишь да ты что недели ты мне причиняешь боль я думаю что идиоту понятно что это не грех более того грех в том что вы не заступаетесь даже за жертву вот этот грех а если еще и держать эту жертву будьте это причинение не причинение вот этого зла человек первое то нет третьего лица не тем более лица имеется жертвы да вот и когда он говорит что не любишь меня не вы соучаствовать в моем зле до постой на шухере я там сворую да это вообще табу и даже личное не забывать что мы или живем в мире лежащем возле обличение зла этого грешников греха как делал иисус не насылается на иисуса есть есть как с ней будка христианин разговаривать я тоже буду ссылаться иисус чем занимался какой путь на положил святости личный и обличение несвятости грешников и в их несвятости и призыва к покаянию створен достойных достойных плодов покаяния и тогда всеобщей любви да так при этом условии прощать грешника иисус учил только когда тот кается до этого ты его обличаешь точно важно понимать иначе тогда весь мир горит в аду ты сам свет и светишь этим светом тьме ты будешь причинять страдания иисус об этом прямо говорил меня ненавидят будут ненавидеть и вас будут ненавидеть и убивать вас и гнать и поносить потому что ненавидели меня прежде вас вот это очень важно понимать вот поэтому по поводу греха это очень важно то что эти места понять да второе я надеюсь этот вопрос закрыли за за более подробными разъяснениями по поводу что такое грех да тоже гнилые слова это грешный то есть я кому-то этими словами гнилыми должен был причинить страдания не на выразилась прямо как бы ее претензии я не знаю насколько в комментарии не видно ни эмоции я не знаю насколько она ко мне лояльны или нет я почему и вначале говорил что я не знаю лично если с кем-то я хоть какой-то может быть по переписываясь лично может быть аудио сообщение может быть даже видео связь уже видно человек я могу мне купить не апрель эти эти комментарии прилипают к человеку образу к его что-то к тому моему с ним знакомству я о нем увидел тогда я могу понять он ко мне с агрессией с любовью просто недоумение еще что-то вот поэтому здесь я вынужден просто догадываться в мире того что мне открывается в моем хочется говорится воспаленным сознанием это пошутить мне просто хочется да вот у нас и так тяжелые времена вечно да хочется просто повеситься от всех событий в мире которые происходят но надо знаете без юмора тогда совсем просто сдохнуть хочется вот поэтому с грехом тоже разобрались да все понятно теперь говорим о том что как бы да она же не наговорит чтобы не режет то есть режет ухо режет ухо и несказательно значит причиняет боль какую-то страдание неприятность неважно любую неловкость это как угодно это от малого до великого более разные бывает прищемить пальчик там за за носку зацепиться или молотком по нему кувалдой со всей дури треснуть боль разная был вопрос как-то я по сохранил может отвечу тоже опять его разве у бога есть там разные грехи малые или большие конечно есть я объяснил человеку туда в комментарии правда письменно что я редко говорю делаю что дернуть за косичку свою одноклассницу в первом классе и ее же до через два там 15 лет изнасиловать в общаге в институте это знаешь это два разных греха все я всегда на живых примерах как отдел иисус притчих образах а лучше вообще реальной жизни что прям без притч без образов при а прямыми делами жизни человеческой деятельности вот здесь тоже самое то есть мы видим что я я вам сидя эти там такие вещи хочу себя показать что очень важно это не быть законником что-то там внешне нет гнилые грех зло это боль режет причиняет страдания внутри ну и переходим уже непосредственно ко всем вот этим вещам я их обозначил может быть там куча других синонимов я так что не в голову первое по памяти пришло мат матершина жаргон сленг феня блатной есть там словечки специфические вещки это может быть человек сам чуть придумывать чуть-чуть только не туда следующая тема и которую я дам отсылку опять на свой канал это плейлист который если хотите с таким вещами разобраться я даже татуировки тогда в отдельные выделил тоже рекомендую к просмотру но прежде всего хотя бы и причем как видите там немного творчества литературы искусства культуры и вот про татуировки то же самое это очень близкие вопросы все вот эти а сейчас мы будем говорить о сленге ой вот об этих словах языке все в той же самой параллели как в грех нагрет в разберетесь когда про грех посмотрите то что у нас в чем проблема религиозных людей культов этих мировоззрений псевдо истинных псевдо христианских у нас куча чего записали в грехи что грехом не является и куча чего назначена назначили нарекли праведность что праведность абсолютно не является от того что вычеты вычитываешь молитвенное правило перед причастием так называемым это никакая не добродетель ты никому ничего доброго не сделал никому до этого не в мире от этого не теплее ни холоднее вообще не стало вот ни одной живой душе тебе лично другой вопрос ни одной живой души никакого акта любви внешнего ты не совершил вычитав молитвенное правило и причастившись тела и крови христовой до хлебушка в свой в своем культе ты никому ты никого не из ты никому ничего не подарил никто от этого счастливее не стал это не любовь это не добродетель это твои собственные заморочки просто твое удовольствие это эгоистично удовольствие ты там что-то испытал это очень важно и то же самое в грехе и записали до без платочка ходит все грешниц губки намазал грешница мужик бороду сбрил греш грешник до волосы отрастил грешник в общем куча чего что не являет и называют от грехом а это наоборот правильность и вот именно живут в этом ничего не достигает то что живя в законе вот в этом живя в лжи достигнуть истины невозможно а истина в любви в доброте вот и вся истина один закон жизни су сказал который делает мир благобытием счастливым счастливой жизнью всех кто его населяет это никогда ни при каких условиях не поступать другим так как ты не хочешь что поступали с тобой и наоборот поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой мы к этому сегодня еще вернемся не зря все это озвучу как видите в одном ролике всегда я хочу в любом я и раньше все так делал а уж последнее время кто слышит об сын говорю я стараюсь в одном ролике в любом какой бы тема мы не коснулись за свидетельствуйте об истине она очень в простоте вечная жизнь свобода и любовь доброта как хотите есть разные понятия мораль да и и у нее есть простой принцип вот так поступать это и есть любовь это применимо ко всем частным случаем жизнь мы сегодня разберем вот я бы хотел бы чтобы со мной разговаривали разговаривали матерились я отвечу на этот вопрос но чуть позже еще раз возвращаемся к комментарию нины к тому что она говорит что вот эти гнилые слова и режет слух по поводу творчества сколько раз я говорил и сегодня вкратце скажу вам отсылки уже дал но кратко говорю есть такое понятие как творчество есть такой то что а вот откуда она есть от понятия нет это сущность бытия бог есть творец все в мире что делается человеком прекрасно художество музыка все что угодно это грешники все в грех записали все там приписали дьяволу каином потомству каина нет это все от бога мы творим почему у нас это сидит потому что мы его сущность а он в нас нас прет просто творить и остановить это невозможно можно себе все конечно заглушить вопреки воле божьей можно бога можно в себе душить можно и ты свободен да ты от этого счастливее станешь нет мир станет лучше если нет в нас сидит это творчество от того что бог создал прекрасный мир почему у нас нас придет рисовать на всем и друг на друге и везде и всюду ваш мы творцы несмотря на то что бог все и так создал это нигде не о совершенстве это говорит об а как раз о бесконечности всего смотря то что уже все есть находится еще всего так расширяться вселенная кто знает уже ученые якобы доказали до что она расширяется и нет ей конца сколько не пытаюсь дотянуться она тут же еще отбегает вот поэтому по поводу вот этих всех слов это знаете это очень вы замучаетесь доказывать я уже ведь близко к теме отбираюсь к ней на вопросы вы замучаетесь кому-то доказывать что это грех мат жаргонная лексикса блатная даже фения и прочее 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 сленг там какой-то его узкие как не нравится как молодежь разговаривает современная у каждого своя современная молодежь вы замучаетесь доказать а даже если вы предъявите человеку лично вот как я теперь да это я первый абстрактно очень любит что-то абстрактно в грех записать или в добродетель да я говорю давай применим к тебе и потому что я претензии принимают только лично в конкретном деле иисус сказал кто согрешает тот естественно пожинает смерть а кто творить добро тот пожинает жизнь вечную конкретно что я тебе сделал да у нины есть претензии мы мне это решет ухо я как бы и режу я могу сказать смотрите опять все то же самое во первых уж по поводу то что я не никого ш ролик не заставлю включать вы ко мне пришли но это не отмаз вы знаете прекрасный проповедую всеобщее покаяние всеобщее царство любви всего живого все там когда ты будем бог всячески во всем даже в грешнике нет никакого места где нет бога что куда-то там когда грешников на вечной муки день запрут в чулане хотя давид говорил что куда спущусь на дно ада и там ты поэтому бог не не желает смерти грешника чтоб каждый покаялся и жив был вот и и в царство небесном кто туда достигнет попасть до достигают попасть то только люди исполнены абсолютным и полнотой любви такие как я вот я хочу чтобы там было как можно больше народ я хочу чтобы были все ну вот как там может быть все если он не хочет туда вот когда он заходит что он там будет а чтоб там быть надо стать таким все 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 взаимопонятно да естественно как я там буду или кто-то если он творит зло нет мы там и мы вместе не хотим быть друг другу потому что ты мне причиняешь зло да а я тебе так вот это причиняет зло я вам говорю что в этом мире есть такое понять как развлечение творчество до вкус и вот то что мне по вкусу слушайте вот именно по природному я не могу это объяснить заметьте нам какие яркие вам пример привести ну хорошо отношения мужчина женщины ну мне нравится одни женщины другие не нравится по плоти вот в ней ни один мужчина ни одна женщина один человек в жизни не сможет объяснить вам почему он ему нравится он не знает он просто может сказать что она мне понравилось он не может объяснить что у нее улыбка как-то у нее как-то там скулки складываются поведение походка голос он может пытаться но в концовке он не даст точно объяснить более того кто честны с собой я все говорю кто вот это об этом не скоро будет много видео такого цикла до об отношениях мужчина и женщина все вот этой любви так называемый плотской кто признает что ему ни один человек на земле нравится да что ни одной женщине один только мужчин на планете 2 половинка так называемой нравится кто понимает и не скрывает от себя и другие что на самом деле ему конечно нравится и другие вот и когда он задумывается когда они начинается конечно это признание а потом он думать слушается мне вот этот нравится в принципе они друг другу вообще не похоже Она блондинка, она брюнетка. Сейчас как мужчина буду рассказывать. К женщине все это так же применимо. Она слишком активная, другая вроде такая, пассивная достаточно. Но мне нравится и та, и та. Слушай. Да, есть кто мне не нравится. А вот эти, мне обе нравятся. Мне даже поставить перед выбором, я бы не знаю, какую выбрал. Мне они обе нравятся. Я не могу их взвесить. Блондинка, она или брюнетка. Я не могу сказать, что блондинки красивые, а брюнетки уродки. Нет, они оба красивые. Вот удивительно, они обе красивые. Как это так? Я не могу их повесить. Нет весов, на которых я бы их взвесил. Вот что, белое или черное? Красное или желтое? Какой цвет лучше? А что лучше, апельсин или яблоко? Слушайте, ничего не лучше. Никто не сможет никогда повесить. А что на весах важнее, ценнее? Молоток или апельсин? Как бред. Причем молоток и апельсин. Как их сравнить? Никак. Молоток для одного, и он нужен, нужен хороший. Яблоко для другого, и оно нужно, и нужно, хорошее и вкусное. Да, можно гнилое яблоко со свежим сравнить. Но уже даже яблоко, все хорошее, все вкусное. Но один сорт яблока и другим сортом уже сравнить невозможно. Ты не можешь сказать, что это вкусно. Ты можешь сказать тебе, вкусно или невкусно. Но хорошее оно или плохое, доброе или злое, грешное или праведное, ты уже не можешь сказать, все, предел. Да, ты можешь сказать, мне вот это больше нравится, а вот это меньше. Я, другой, не, я, вот я не ем, я помидоры, я, смотрите, я пока рос, как и все, да, вот мне сейчас 40 почти, без полгода. Я от детства, я помню, я не ел там персики, все, вот это меня тошнило. Кто знает, я себе персиков насажал, потому что я уже лет 10, там, лет 20, наверное, как я их обожаю, где-то лет, наверное, с 20 я помню. А вот я помню, я даже запомню, посмотрите, такие моменты, может, я, по-моему, рассказывал в видео. Я помню, что мы на поезде, наверное, с юга ехали с родителями в поезде, и мама, наверное, купила эти персики, и я помню, съел, такой запах был, хотя бы, а я, понимаете, теперь-то я понимаю, что они были вкусные, нормальные, я говорю, что тогда мне кажется, какой-то запах. И я съел, и меня вырвало от персика. Слушайте, сейчас я их ем просто, и сам насажал, у нас растут они в Воронежской области очень хорошо, как выяснилось, да. Вот. Я не ел кукурузу, меня тошнило от запаха, я как только мама варила там ее в квартире, я помню, меня уже от этого запаха воротило. Да меня сейчас от вареной кукурузы не оторвешь. Вот, я вам насажал, вон, 20 сортов, да, еще и поскольку. Вот, я обожаю кукурузу вареную, да. Вот, помидоры я долгое время вообще не ел, свежие, никакие, тем более соленые. Попробуй, оторви меня от свеживателя помидоры, я вам готов его вот так. Потом я как-то в салатах ел, там, какую-то жижку, когда этот огуречный помидорный, вот этот я любил. Я почему-то жижку стал есть, как-то с хлебом, мне нравилось хлеб туда макать тоже. Я огурцы только выковырился, уж мама делает салат такой. Вот. Попробуй меня сейчас оторви от помидоров, я обожаю от помидоров, да. Бананы я не ел. Ну, к сожалению, конечно, бананы у нас не растут, сейчас везут такое, гэ. Да. Постараюсь в этом ролике для Айнины не выражаться словом говно, да, буду говорить гэ. Вот. Что все знают, раньше хоть везли что-то нормальное, бананы действительно суперские, я их тоже полюбил. Вот. По-моему, я киви не ел, да. Сейчас я ем, наверное, почти все. Ну и сейчас есть некоторые вещи, что я не ем-то? Ну, не ем я многие. Я чеснок, я всем, вот, яркий пример, да, чеснок сразу вспоминаю. Я на физическом уровне, я люблю чеснок, я его могу есть, но я на физическом уровне, у меня непереносимость чеснока, тем более, вы знаете, бывает, может, там бывает мягкий, но он все-таки ядреный или средненький. Это надо какой-то супер мягкий, я не знаю, чтобы повезло какой-то найти сорты, может, он с годами. Но снова он все-таки ядерный, и я не могу, у меня начинается чувствую, здесь что-то рвотное, у меня даже может быть аллергия, то есть, видимо, там что-то распухать, задыхаться. Я думаю, что у меня верит, каждый может понять, потому что у всех свои какие-то проблемы, есть пищевые аллергии. Вот у меня чеснока такой, я его обожаю, я его везде добавляю, но мне на что он отварился, либо отмочился, то есть я в соленье когда добавляю, и потом из соленья уже, когда из него вода же все вытягивает, я его прям, вот как в прикуск, как все так нормально едят, я ем уже такой, когда в вареное делаю, рагу там овощную, да, естественно, всегда добавляю там 3-5 могу, могу всю головку, в принципе, туда бросить, там покрошить их эти зубчики, не покрошить, а набрать из целого, из целой луковицы этой, да, вот, пожалуйста, когда все это сварится, я потом вареный чеснок, пожалуйста, ем, вот вам живые примеры, вот он добрый, он грешный или праведный чеснок, мне просто нравится или не нравится, я надеюсь, эти примеры подвели вас к тому по поводу слов, что такое мат, один скажет одно, другой скажет другое, слушайте, я сам сказал, что я бросил, и более того, после своего этого, конечно, я все 12 лет я шел к познанию истины, достигал ее на теории, потом на практике, конечно же, кто знает, я все это практиковал, я говорю, я искал все эти истины, нюансы, я все заповеди хотел соблюдать и соблюдаю, стараюсь соблюдать, это проповедую, да, и неформально, вот именно разбирался, почему это можно, а это нельзя, там все, да, чтобы это было моей жизнью, чтобы это не было на бумажке, там, в какую-то заповедь вспоминал, чтобы это стало моей сущности, вот, и по поводу мата, смотрите, вот очень живой пример, я всегда тоже говорю на себе, первый пример надо показывать, вот я сам перестал материться, там, я говорю, такой грубятиной, да, вот, и я думаю, смотря мои ролики, уж тем более вообще не со мной, кто видит, да, кто лично там в переписке общается, то знает, что я, в принципе, не позволяю себе, я матерился там при всех, я мог на работе спокойно материться, я при родителях стал все это курить, материться очень рано, да, вот, о чем раскаиваюсь, сожалею, и сфорил плоды достойные покаяния, вот, но кто знает, вот опять я других не осуждаю, почему, не по принципу, там, не суди, кто знает, просто, эту, так скажем, слова Иисуса извращают, там идет речь не о суждении на смерть человека, да, вот, и не обличении грешников, нет, потому что вот именно я и говорю, это не грех, в прямом смысле слова, да, человек может с матом что-то говорить злое, проклинать кого-то, вот грех, это проклятие, там все добавляется, все вперемешку, вот, но если человек не в злом, так скажем, вот я вам живой пример дал, он может там, у нем, вы помните, мат шока, говорят, для связи слов, предложение, вот это меня всегда, тоже, что это, что называется, дурная привычка, так и есть, зачем эти слова, вот, надо понять, вот, матершина то же самое, там, одно дело, кто знает, у матершинника, я сам таким был, вот эти матерные слова, они через слово просто вылетают без надобности, и на самом деле, это же, это же фейк, да, как говорят, что там, они для связи слов никакой, конечно же, они не клеи, ничего там связывать не надо, у нас прямая нормальная речь, эти слова лишние, это дурная привычка, это дурная привычка, а другое дело, знаете, когда человек, вот именно, можно разные слова употребить, мы сейчас дойдем до Евангелия, до Иисуса, кого хватит терпения, да, а другое дело слова, которые мы употребляем, просто те же самые матерные, почему они, это слова более жесткие, более твердые, и порой в них больше смысл, да, вот, а порой нет вообще аналогичных уже слов, то есть какое-то слово бывает, которое новое, так скажем, оно что-то новое отображает, для которого нет вообще такого, раньше не было слова, я говорю, я сейчас пример не могу вам себе сходу, да, все с жизнью, ты можешь, да, ты не можешь сейчас в пропуде сидеть там, я не сижу, я комментарий только увидел, некоторые темы, я еще могу подготовиться там, что-то подумать, почитать, не надо что-то вспомнить, там, я, может, хочу более какие-то темы раскрыть, вот, тут я решил сразу записать, сразу все это не приходит в голову, это действительно вот с опытом жизни, вот, в принципе, переходим плавно к прямому, что все-таки комментарий же конкретно был поводом для этого ролика, мы разбираем на конкретном примере, вот я употребляю слово насрать, в принципе, оно грубоватое, само там С, Р, сочетание, ср, такое у нас, да, вот, давайте разберем эту тему, да, как бы она не гигиеничная, надеюсь, вы не кушаете, не была, да, вот какать, это естественно или неестественно, я всем говорю, а Иисус какал, вот Нина спросила, выражался ли Иисус такими словами, а вот я хочу Нину спросить, а Иисус в туалет ходил? По-маленькому, по-большому, я, как говорят, свечку не держал, но так как мы образ и подобие Его, Бога, и когда Бог явился в уплоти, мы в этом убедились в первых стихах книги Бытия, я убежден, что Иисус писал и какал. Какать. Грех? Слушайте, я когда так по-детски начинаю разжевывать, как Павел говорил, как мать-кормилица разжевывает младенца, это, ну что ж, приходится вот так, знаете, чтобы до людей доходила истина, видимо, по-другому никак. Вот какать греха нет. Слово какать у вас вызывает и к Нине, я надеюсь, она видит мои глаза, мы все это, я не со злой, я не шучу, я не позорю, когда показывают комментарии, мы все шли, мы все учились, этого не надо стесняться, да, мы все были в недопокимальных, я сам, я этот ролик пишу с любовью, я в комментарии, так скажем, ну я вся с любовью, да, но могу, говорю, с любовью обличительный какой-нибудь такой, да, за что меня тоже, конечно, укоряют, учительской такой, ее называют высокомерной, ну нет, это просто, ну так уж Павел сказал, да, и был прав, потому что сам достиг, да, духовная суть обо всем, да, плотский суть ни о чем, ну, а между ними целая шкала, да, вот, я же записываю ролик для вас, а не вы для меня, вот, вот какать, обидное слово, вот я уверен, что здесь, вот напишите в комментариях, вот кого слово какать, вот обижает или режет ухо, я скажу вам свои эмоции, смотрите, вот слово какать, я прям говорю, который раз уже, ничего не режет, когда я говорю срать, слушайте, у меня тоже режет ухо, я честно признаюсь, именно поэтому я его употребил, в том ролике, я припоминаю, вы помните, это после начала всех этих ужасных событий на Украине, агрессии, путинской агрессии расистов против украинского народа, я его специально употребляю, к ребенку, к ребенку, который покакал, к животному, который кошка, да, пусть даже нагадила где-нибудь там, да, все-таки она животное, это уровень ребенка, мы относимся проще, я никому не говорю, я там, блин, наш сын там насрал, да, я бы в доме жене бы сказал, нет, я бы так не выразился, я бы сказал, да вон там накакал, действительно, не режет слух, да, но когда мы говорим, что вот этим людям, там, расистам насрать на этих людей, видите, как эмоция сразу, вот именно, она несет негатив, она несет зло, в самом слове, а покакать, действительно, ребенок покакал, больной покакал, да, там, животное покакал, ну шо ж теперь, ну накакал она там, на палисаднике, который ты там, весь год пыхтишь, цветочка красивая, он прям нагадил, прям на самом видном месте, слово покакать нежное, какой смысл, и человеческая жизнь где-то за этим не стояло, а насрать грубое, сразу негатив, вот именно поэтому, вот я не знаю, Нина воспримет это, именно поэтому я сознательно употреблял это слово, оно с негативом, да, именно этот негатив, им именно насрать, им не покакать на нас, им не покакать рашистам на украинцам, им насрать на них, это очень важно, даже сейчас, заметьте, у меня меняется мимика, вот грех это или нет, интонация, нет, это эмоции, я привожу, вот в принципе, я сказал, все, давайте к Иисусу подбираемся потихоньку, вот Нина спрашивает, как Иисус выражался, выражался он так, я всем, я всем пока, я, и давайте сразу отсылку опять говорю, есть плейлист, здесь будет в помощь, это Иисус Христос, Бог Любовь во плоти, по-моему, там вы найдете подобные ролики, там есть ролик, я говорю, я помню, значок приблизительного названия, как я уже вас научил, это ролики через поисковик, куда тут эта лупа пропала, ну, в общем, она где-то здесь, под названием, вот, называется Христос бумажный, я, по-моему, назвал и евангельский, на значке может быть что-то такое, очень важный ролик, посмотрите, Нина, в частности, с любовью это желаю, посмотрите это видео, Христос, ну, и, конечно же, помимо этого, в принципе, Нина о Библии, так скажем, вспоминала в других комментариях, там, про Моисея, все, да, тоже было, конечно, в помощь, Бог в помощь, но, помимо Бога, в помощь мой плейлист Библия, вот, там, 40 роликов отношения правильного к Библии, вот это вот все в совокупе, этот вопрос, как относиться к Библию, к Писанию, кто их писал, что их писал, к Иисусу, к бумажному, очень важно, в наших головах, причем у нас в головах при прочтении одной и той же евангельской книги разный Иисус, в том ролике бумажный Иисус и истинный, по-моему, или нет, да-да, не евангельский, а бумажный Иисус или реальный, или истинный, ну, бумажный точно наберите, по-моему, в поиске вот здесь, этот ролик выйдет, но, как я сказал, я это их помню, я их быстрее, я их могу найти у себя в личном кабинете, там есть другие рычаги, пишите в комментариях, я буду давать сюда прямые ссылки на то, что вас заинтересовало, вот, и там, по-моему, бумажный и реальный, я показал на примере только вот этих самих четырех евангелий, вот четыре евангелия, которые до нас дошли, я показал, насколько действительно, вот, уберите одно евангелие, кто знает, в котором есть события, они хоть и все очень похожи, близко, первые три Марка, Матфея и Луки называются синаптическими, да, по принципу, что они синонимичны, да, такими, да, очень похожими, и она немножко в стороне стоит, я говорю, не было бы того, вот, сколько мы не знали, как раскрыто, причем я показывал на тех местах, где одно и то же событие описывается, насколько то раскрывало, где бы мы гадали, да, что там сделал Иисус, только Иоанн рассказал, что он там умывал ноги своим ученикам, только у Луки сказано, что это было сделано, оказывается, даже у Иоанна этого нет, но там действие описано, а благодаря Луки-то мы знаем, что они на этом прощальном ужине все там выясняли, кто из них выше, кто ниже, кто первый, кто герой, а он сказал тоже там все, кстати, все там было, именно это было в ответ на это действие, хотя Ване это не раскрывается, только складывая Матфея, Марка вот так по цепочке Луку и Иоанна, что раскрывает духовно это смысл, что то, что я вам сделал, потом поймете, да, новую заповедь дают любить друг друга, все в этом было, вот, прямыми словами, я на таких многих местах показал, чисто тоже там навскидку, и только всегда ролик, по-моему, несколькочасовой получился, да, как же выражался Иисус, точнее, сейчас я всегда беру за пример очень известный случай, где Иисус с гневом, вы помните, когда он исцелил этого, я не буду уж вам картинку искать, Сухорукова, да, да там несколько есть моментов подобных в Евангелии, ну, один из таких ярких это исцеление Сухорукова, вот, и это можно, а по его аналогии можно принять и другие исцеления, особенно в синагогах, да, где он и женщину скорченную там много лет, да, распрямил, распрямил ее, да, и с Сухоруком, это с исцелением Сухорукова прямо это описано, что Иисус с гневом посмотрел на этих, решил картиночку все-таки найти, а то так неинтересно, очень важный момент, очень яркий пример, и обратите внимание на Слову, я говорю, не с недовольством Иисус посмотрел, это на основе Писания, может быть, до нас все неправильно дошло, мы не знаем, ну, в Писании, Нина же ссылается на бумажный Евангелие, который мы все с вами имеем, я к ним точно так же оперирую, да, написано с гневом, гнев, не с недовольствием, не с раздражительностью, с недоумением, с каким-то еще, с гневом, я не, я, как всем, я когда там и зачитывал моменты при чтении Библии, я все говорил, ну, пожалуйста, дофантазируйте сами, каким Иисус, очень любит Иисус изображать таким меланхольным каким-то таким, любвеобильным немощным, не знаю кем вообще, какой-то промокашкой, да, при этом все прекрасно знают, что я проповедую о том, что Бог есть любовь, естественно, я при этом не хочу принизить, что Бог, любовь, являешься во плоти Иисус Христос, в этом гневе не было его любви, да, надо просто понимать, но внешне он показал свое отношение к тому, что они были недовольны, что Иисус творит доброе дело, исцеляет человека. Написано, что он с гневом посмотрел, я говорю, обратите, это когда мне тоже, мне просто, про что только не тыкали, что я там улыбаюсь, что у меня то не то, то не все, рот кривой, глаза там еще что-то, за что только меня не тыркали, я всем говорю, слушайте, ну вот, как он с гневом посмотрел, да, эмоции это выразил, и плакал, и смеялся, разный Иисус, настоящий человек, по образу и подобию которого мы созданы, как он, да, потому что многие там, наверное, начинают все это, вот я говорю, извращать не в ту сторону, я прям такой, Бог ли, такая мямля, да, ходила, вот так проповедовала, нет, это очень важно, очень важно понимать, с гневом внешним, это не говорит о том, что Иисус, Бог, любовь не любил в свое творение, даже тех, кто в этот момент недовольны были этим согрешать, тем самым, потому что не было в них любви, но внешне он им показал, что они неправы. По поводу слов, я очень часто привожу такие примеры, вот Иисус, мы знаем, в Нагорной проповеди, говорит, там тоже, там можно в переводы упираться, что такое рака какой-то нам перевели, вот именно, уже даже когда переводили на такие современные языки, даже уже не знали, и чтобы не брать на себя риски неправильного перевода, оставляли в Писании прям такие слова непереведенные, и ты потом в Гадесии, что это там рака, кто скажет брату своему рака, что это за рака, ну где-то, говорит, дурак, где-то пустой человек, как угодно. Слушайте, я говорю, Иисус сам это говорит, и тут же всем говорит, вы безумные, безумные слепые вожди слепых, народ безумный и слепой. Я говорю, слушайте, дурак, вот я, конечно, понимаю, можно рогом упереться, кто религиозник, культовик такой, все, ему лишь бы оправдать все эти несостыковки, так называемые, в Библии, он упрется и там начнет, да нет, это немножко разное, но для любого нормального человека, которому нет нужды там что-то в бумажках человеческих оправдывать, он скажет да, он просто, когда достигнет истину, поймет, о чем говорил Иисус, когда Иисус говорил о том, чтобы не оскорблять человека за то, кем он не является, я об этом много раз говорил, какой бы у меня зло бы не было, да, даже если человек этот обворовывает на твоих глазах другого человека, ты видишь, ты не можешь его назвать, вот не знаю, выразиться опять, вот смотрите, если я скажу геем, будет, не будет понятен смысл, вот живой пример хочу, надеюсь, люди, которые меня смотрят нетрадиционно ориентарно, называют, не обидятся, да, потому что невозможно словом гей обидеть, но есть слово, я уж выражусь, да, позвольте мне, пидарас, кто знает, я такого, в принципе, вообще никогда не употребляю, да, вот, и вот им, ты не можешь, но это называется обзывательным словом, хотя смысл, смысл, это говорит о сущности человека, о том, что человек нетрадиционной ориентации, гей или пидарас, но никто не скажет, слышь, ты гей, нет, это то же самое, но другой фразой, то же самое, что покакать и посрать, он говорит, ах ты, мне самому неприятно это говорить, но я на живых примерах показываю. Безумный и дурак, одно слово, конечно, одно, пустой даже, если там как-то человек, кто скажет пустой человек, ну, хорошо, безумный, без ума, значит, там пустота, это и есть пустой человек, безумный, пустой человек, нет там ничего, ничего ты не приобрел, об этом Писании все время говорит о полноте или пустоте, безумный, без мозгов, значит, пустой человек, это одно и то же, ну, что же Иисус сам себе противоречил Евангелие, Иисус говорил о том, что нельзя называть человека, как бы он, если он вор, но ты не имеешь его права, ты можешь, но ты обязан сказать, что ты вор. Речь шла об оскорблении, о том, что мы во гневе несем вот эту матершину, когда там все подряд собирается, когда человек там спорит кто-то, да, или просто выражается, вот эти политики все, почему, откуда ты знаешь, он просто хочет оскорбить этим словом, всех политиков, одно дело сказать, что, зная там эту группу, да, что они там воры, да, это да, это всем известно, но этого никто не знает, одно дело, ты их в воровстве, его человека, другое дело, ты ему при этом еще собрал все подряд, да, как Иисус выражался, и я всем говорю, слушайте, как до нас все это дошло, теперь опять я уже хоть и дал отсылку к Библии, как Иисус выражался, говорил он такие слова, как идиот, не знаю, я даже не знаю, сколько слов этому лет, давно оно тоже есть, когда оно пилось, мне вот оно близко знает, я и часто употребляю, дурак я резко, безумный, как там в Евангелии, я прямо говорю, люди бессердечные, это идиоты, злые люди, это идиоты, достоевский повесть написал, экранизацию снял, так назвал, идиот, культурное слово, один запишет, нет, другой, да. Ну и по поводу возвращаемся уже вот еще раз все это, я надеюсь на таких примерах, вот кому-то может тот слух порезал, поэтому, и вот смотрите, я опять теперь к себе возвращаюсь, вот я как бы не выражаюсь, да, мне эти слова тоже многие неприятные, многие, я говорю, именно для этого, в Царстве Небесном, мне нет нужды будет их произносить, там не будет зла, мне не надо будет никого обличать, мы там может и какать не будем даже, не говоря уж о том, чтобы сракать, да, вот, потому что тем более здесь говорится о, вот, потому что в мире, живем в мире, в общем, во зле, да, вот, это так и называется, так и называется, это такое отношение, как, да, можно, кому-то, может, покажешь, что это более мягко, да, ну, можно было употребить, наплевать, им наплевать, кому-то это не понравится. Я вот возвращаюсь к тому, о чем я вначале поставил вопрос, ребро, где мира, как древние мудрецы говорили, а судьи кто, где вот эти мерила, это же творчество, это красота, кто определил, мерил границу мата, кто, где она, или вот эта вот культура выражения, или Иисус, как говорят, я ни-ни другим еще расскажу, мы имеем, которое, Евангелие, которое читается нормальным, средним темпом, полтора-два часа, все, в чем там все, от его Рождества до его Вознесения. Ролик сколько идет? Уже час. Один ролик, одной теме посвященный. Мы видим реального Иисуса. Мы видим его, по Евангелию мы видим ориентировочно, что его миссия только служения вот это было. Может, не знаем, вот до покаяния, это Бог, любовь пришедшего плоти, без греха, да, как он жил до 30 лет, еще, так округлим, тысячу лет проповеди, 3,5 года, да, получается даже больше, да, ну вот возьмем круглую цифру, тысячу дней проповеди, а лучше 3,5 действительно года, это сколько там, тысячу, 500 почти получится, полторы тысячи дней проповеди. Как вы думаете, вы можете реальную картину об Иисусе составить? Нет, отсылки на Евангелие к таким вещам, ну, знаете, это, да, можно задаваться вопросами, я удаю на них ответы, но вот после этого видео сможете вы что-то утверждать, человеку что-то доказывать, ссылаться. Да, первичная ссылка, хорошо для вопроса. Дальше, что? Можно сказать, что он такой или не такой? Не знаю. Вы ссылаетесь на двухчасовой Евангелие, а полторы тысячи дней переведить еще в часы было бы хорошо, что цифра была бы немаленькая такая, да. Я могу сказать, а остальные миллионы часов, как он жил? Это очень важно. Вот, поэтому все эти, знаете, это такое себе. И вот я надеюсь, я до вас как-то это попытался донести, что вот эти все вещи, да, по поводу творчества, это все очень субъективно, это все очень такой себе. Вот живой пример, даже я записал ролик, да, я говорю, слово там, я вообще не употребляю, в принципе, да, потому что для меня оно действительно ругательное. Вот, и я не хочу употреблять. Я чувствую за собой грех? Нет, я сказал для примера то, что нас окружает. Есть на мне грех, надо мне каяться. Нет, потому что я этого и не делаю. Вот. И мне действительно вот тоже, я слушаю до сих пор, ну, ты можешь говорить, блог я технический смотрю там, по строительству, да, там может быть даже в роликах на Ютубе и порой такие есть слова мат через мат, тоже есть. Не просто, когда там тоже какие-нибудь блогеры там, политик, может, он там так редко вкручивает. Как говорят, действительно, как назвать ситуацию в России, кроме шести букв, да, на П начинается, на С заканчивается. Не знаю, да, слово хорошее, полный пипец. Есть такое, знаете, да, вот пипец тоже. По сути, вот вы же помните, это же пошло откуда, это универ, да, по ТНТ, или где он был, что-то покаянишь, сколько лет-то я его тогда смотрел. Ведь оттуда пошло, пипец. Но все понимают, что это слово значит. Смотрите, если его прямо сказать, уж его я тоже не буду называть. Да, это грубятина. Я, конечно, такими словами не выражаюсь уже давно, я говорю. Но пипец я говорю до сих пор. Смысл понятен, да. Я отсылаю человека, говорю пипец, к его оригинальному слову, да. Он же понимает смысл. Это же не новое слово, это такая завуалированная, завуалированная интерпретация того слова. Пипец, матерное слово или нет? Мне вот, я вот произношу, пипец, пипец, ты еще раз мог произнести, не режет мне слух, вот как. Не режет слух, как она правильно, Нина в кавычках поставила, не режет мне душ, не причиняю. Я не чувствую боли, я не чувствую обличения, не чувствую вот этого зла какого-то, да. Пипец, это уже мягко, как бы. Ты понимаешь, что полный пипец, но, да. Какая-то любовь чувствует даже в этом слове, как не говори. Вот вам, пожалуйста. Поэтому все это, знаете, я этого не принимаю в том плане, вот как обличение, и за собой греха не вижу. Измениться, кто знает, я всегда, Бог знает, мой сердце. Я всегда, все то время, когда он мне открылся, я познал, что он не дядюшка на небесах, а снаружи и внутри одновременно. Я стал жить, как говорю, ногой, ногой жизнью, с ногим сердцем, да. Мне никак к религиозникам не надо ходить под полотенчиком к попику, к пастырю там, на поклон кардиналу католическому. Нет, я понял, что есть либо святая, либо грешная жизнь. И мне нет чего скрываться. Почему все эти вопросы там, нагота, вот нагота. Тоже все буду в будущем говорить об этом. Вот нагота, я всем говорю, грех или не грех. Ну, а вы в туалет не ходите, вы в ванну не ходите. Вот нудисты, нудизм, грех или нет? Адам с Евой, разве не ноги были? Разве Бог не против было, что они ноги были? Я все эти вопросы буду поднимать. Хотя я об этом старался людей научить образно, общие задавать, как назвать это правильно, мысли эти, чтобы люди сами до этого доходили. Ну, приходится все разжевывать. Вот здесь то же самое. Бог тебя таким создал, ты что должен стесняться? Ну да, хорошо, есть общество, в котором это не понимают. Да, да ты больше сам просто зла славишь от них, от этих грешников. Как говорят, зачем тебе провоцировать? Ну да. Ну, у себя, допустим, я на участке могу хоть голым ходить. В доме могу голым ходить. И не стесняюсь себя, вы знаете. Я не стремаюсь себя, потому что если я гноблю себя за это, я против Божьего творения, как говорят. Бог мне таким создал. Я вам говорю, что я задумался над этим вопросами, когда я там Иисусову молитву практиковал. Думаю, слушай, о святые отцы я там узнал. Да, оказывается, даже одни такими вопросами задавались. Но они что, не люди? Мы все задаемся одними и теми же вопросами. Я у них прям вычислил, удивился. Вот тоже они, некоторые не побоялись, затрагивали такие вопросы. Да, а должна ли Авва во время отхожести от всего этих срамных дел, хотя у них доходило до такого, что они с срамными делами, ничего тут срамного нет. То, что ты в туалет ходишь, это не грех, это не срамно. Да, запах, конечно, не очень хороший, уж тем более, наверное, на вкус все это. Мы это не едим. Но стесняться того, что ты, животные это делают все, и вообще бегают сколой попой, как говорят. Это же все в нас, вот, я говорю, заметьте, даже это отношение. Посмотрите на животных, в хорошем смысле слова, как все я говорю. Вот они этого не стесняются. То есть это в эту природу, может быть, вложно просто, а это нет. Заметьте, это в природу Бог вложил, или мы сами стали из уродов ее, ее заложниками. Вот опять, Бог плохой или люди. А в Царство Небесное, наверное, будем какать? Там, говорят, ни дверей, ни стекла, ничего вообще не будет. Будем вот так жить. Где будем прятаться друг от дружки? Задумайтесь, наверное, сколько вам таких интересных мыслей, кто знает меня. Конечно, уже давно все это знает, но кто вот впервые, может быть, смотрит. Надо дать себе ответы на все эти вопросы. Это очень важный вопрос. Потому что вы попадете в то Небесное Царство, которое, как Иисус сказал, нарисуется в сердце вашем. Где сердце ваше, там вы и будете. Это очень важно. Надо для себя открыть эти все вопросы, разобраться со всеми. Вот то, то, то. А как так? А как так? А что с этим делать? А все это должно исходить из того, что вы должны понять, что в Царство Небесное попадают только совершенные люди, только святые. Значит, цель христианина – стать святым. Возможно это в этой жизни? Обязан ты стать. Иисус именно об этом всегда говорил. Грешники туда не входят. Туда входят святые. Святость возможна? Да. Не придуманная религиозниками, недостижимая святость. Да. Чтобы вы чувствовали себя вечными рабами. Нет. Настоящая святость. Доброта человека. А вот это все внешнее, плотское, это все ерунда. Это не грех и не добродетель. И вот здесь то же самое все. Это очень все специфично. Вы же поймите, это же в нас выработанные психологические такие ощущения порой даже. Нам говорили, что это плохо. Мы от плохих людей это слышали, в плохом контексте. В контексте, да. И у нас уже это слово вызывает такую реакцию. Я вам вот живые примеры привел. И в принципе, даже слово пипец в оригинале, когда я слышу от человека, который употребляет его крайне редко, озвучивая сегодняшнюю ситуацию там в России, запикивая там ее у себя в ролике или нет, меня вообще никак не режет. Я понимаю смысл, мы себя понимаем смысл этого слова. Можно выразиться, как говорят, какими-то другими словами. Но это слово означает, что это такое, то есть мы понимаем, что это, вот им где, нас это уже научили когда-то, что это, говорите нам кранты, полная крышка, все дно. Это не такие слова. Вот он сказал, что все пипец. Ты понимаешь, что это полная, что дальше уже нету ничего, все. Я говорю, эти слова приобрели тоже определенный смысл. Вот выпишите их просто, смотрите, кто-то написал их просто, я говорю, в книжку в какую-нибудь толкового словаря, там мат, и в перечисление туда его внес. Ну, вычеркните его оттуда. На что вы сошлетесь перед Богом? В толковом, даже Бог вам ответит, скажет, ну, ты будешь его осуждать, судить на суде, как Иисус сказал, сядьте на 12 престолов. Он скажет, ну так, по какому закону будем судить его? Он жил в государстве, то не было этого слова. Вот насрать. Ну, как он словит? Не было. Я надеюсь, вы поняли смысл. Поэтому, вы знаете, это такое себе. Это вот такое себе. И мне ничего не стоит поменяться. Если я говорю, если меня кто-то обличит в личном грехе, это, во-первых, раз, это вообще покаяние, естественно, сразу же личностное, изменение себя, в смысле к этому человеку, вообще в общем, если это какой-то у меня общий грех, из греха, грех это общее, а из дела в дело переходя, с одним и с другим, так веду. Нет. Это, я этим словом не хотел никого лично обидеть, не мог обидеть, да. Я же говорил, о ком-то шел, ты именно о них, там, да, в ролике, конкретный был смысл, контекст. Вот. Но по поводу режет ухо, мои татуировки людям режут глаза, хотя они добрые, с глубоким смыслом, как я говорю, выполняют функцию и красоты, а прежде проповедническую функцию, да. И что вот мне, кто знает, я в этой позиции четко и твердо стою, и не двигаюсь ни на миллиметр. Более того, это всегда вызов. Я вижу, как люди обличаются. Всегда такие вещи обличают, кто, кто есть, вот духовный он или плотский. Я специальный татуировки, я готов уже на лбу весь зататуироваться, лишь бы вот это, как и суд, говорит, соблазнялись по плоти. Вы судите, говорит, по плоти. Как он там, не учившись, кто ему дал право. Вот нужно обязательно, да, семинария, чтобы проповедовать истину. Он говорил, нет, не нужна. Там контекст, кто помнит именно в этом, да. Кто тебе дал право учить, не учившись, ни у кого, не имея бумажек. Да, как он знает писание, не учившись, и так далее. Вот так вот. Я говорю, кому что, мне за счет только не предъявляли. И здесь то же самое. Я уж пробовал, и пробовал я угождать, так скажем, знаете, да, в принципе, с одной стороны, меня не убудет. Я могу изменить это слово. Я говорю, у меня потеряется, я это под одного подстроюсь, это под другое, и у меня уйдет мое. Мое что? Вот я хочу здесь, да, сделать акцент. Я говорю, слово покакать, плевать, слабенькое слово. А вот сказал, да, насрать на всех. Почему-то, вот смотрите, режет ухо. Моя цель какая? Вот, моя, конечно же, цель была порезать ухо, не-не-не, если она к ним не относится, а моя цель была порезать ухо тем, кто это слышит, кто это делает, кто в этом виновен, кто срет на это. Я обличил их поступок, когда бы они услышали, им было бы неприятно, потому что это прямо обличало их гадость, низость, и величину этой низости, то есть дно этой низости, что он на людей просто насрать. Представьте эту картинку в реальности. Вот они именно этим занимаются. Это ужасно было бы в реальности, если вы узнаете, допустим, один человек гадит на другого, в пытках, в плену, еще кто-то, вы скажете, это ужасно. Вот, вот что я хочу донести, что этим людям насрать, и не накакать, а именно насрать, потому что они делают это со злом. Один человек на другого какать не будет, он будет срать на него. Понимаете? Вы же поймите, это разные слова. Вот, казалось бы, я вам уже примеры два хотя бы привел, я говорю, гей, пидорас там, и какать, и срать. Вот, действительно, мы чувствуем, мы слышим это, вибрации, они несут свой смысл. Именно с этой целью, я так выражаюсь, не в роликах, и в переписке, да, я так пишу. Я Путина, Путлером называю, не потому что я хочу обидеть, оскорбить, сказать о нем какую-то неправду, он и есть Гитлер, воплощение Гитлера, самое настоящее его аватар в новой современности. Я бы его встретил, я бы он так и сказал, здравствуй, Путлер, и так бы он называл, это его сущность. Всем сразу понятна отсылка. Говорит Путин, Гитлер очень долго. Путин, Гитлер. Все, Путлер, и у людей сразу ассоциация, они все понимают, о чем речь. Вот и все. Это его имя, по его делам. Это очень важно понимать, это не оскорбление. Я никогда не говорил, что Путин, вот мне это слово, вот мне это слово тоже не нравится, я не хочу, я его каждый раз через силу называю. Потому что я скажу, что Путин гей, не так это не звучит, а именно чтобы оскорбить еще, и сказать неправду, тут все сразу, и именно так сказать, потому что так она вот сразу доносит, что он пидорас. Нет, я такого никогда не скажу, я не знаю. Да даже если бы он был им, это я мог сказать, что он гей, да, сам признался, просто другому, что ты знаешь, что Путин гей, но это не грех. Вот так вот, надеюсь, это видео раскроет вам все эти моменты. Это все такое себе. К сожалению, я говорю, полагаться на современные Евангелия и вообще на Иисуса в этом плане мы не можем. Как мы можем, оперируем и обращаемся к Евангелиям. Но у нас есть без Евангелия истина, которая доступна всему человечеству, который будет судиться вот по этому. Не по бумажке, которую извратили, неизвестно, как дошла. Мы ничего там не поймем. Настолько, чтобы я имею в виду до такого дойти. Невозможно полутора тысячную, дневную, полутора тысячи днейную проповедь Иисуса вместить в двухчасовую книгу. Я говорю, вот ролик уже больше часа. Евангелие читается Марка. Я за час читаю. Вот так вот. Это все. Последний пример тогда. Иисус называет негодяев, которые хотят его. Хотят, еще не убивают. Он не с креста им это говорит. Обратить внимание на все эти важные. Всегда, кто видит, я всегда вот так раскрываю вот эти образы, которые есть, которые просто не обращают внимания. Я всегда пытаюсь погрузить в евангельские события. Чтобы вы погрузились. Иисус не на кресте висит, чтобы все это контекст поняли. Только за желание его уже убить они сговаривают, помышляют, что бы с ним сделать. Он им не нравится, этот проповедник. И они помышляют его убить. Он их называет детьми дьявола. Ниже, как это, выше, хуже нечего сказать. Человек, по сути, дьявол назвать, да, это как образ самого зла. Противоположного Богу, да, дно ада. Все, дети дьявола. Ну, или сами сатанисты, или дети, неважно. От дьявола рождаются дьяволы, да. Он их назвал детьми дьявол. Объяснил почему. Потому что вы ищете убить меня. А он, человек, убийца от начала. Все. Он осудил их? Нет. Он сказал им правду. Он облечил их. Он предупредил их, пытаясь уберечь от этого зла. Называет их детьми дьявол. Что хуже? Какое еще может быть определение. Так что вот так вот. Это все очень такое себе. Просто беспричинное. Я говорю, это пустые слова. Когда матершина, вот почему даже матные слова и матершина, это как бы разные, наверное, понятия. Сказать, что человек употребляет матные слова и матерится, это вообще, нам две разные вещи. Почему говорю, это тоже вникать в это. Одно дело где-то в посте грамотно и выражается этим словом, да. Другое дело матершина просто через слово. Ну там какие у нас, я уж не помню слова-то там бля вот эти, да. И там через слово зачем оно там, оно что, что оно выражает, вообще ничего. Оно просто становится дурацкими словами, вызывающими правду какую-то внешнюю агрессию, все вот это. Когда человек, когда у этих слов есть свой конкретный смысл, свой какой-то, несмотря на то, что синонимы, в мире полно синонимов, но при этих синонимичности, жаргон, феня, сленг, несмотря, хоть и я их поставил, и они действительно, если вы вобьете в поисковике, наберете синонимы, там вот я даже так сделал, жаргон, я по-моему синонимы сленга, не стал каждого искать. И там мы вышли, хотя я сам, я в названии сам подумал, там что есть, сленг, жаргон, феня, блатные словечки, мат, да, потом забил синонимы и ничего даже не взял. Там есть какие-то, я даже не знаю, там еще какие-то есть, может это и не русский, не русский, не знаю, какие-то выражения, честно, я и взял. Поэтому, мне будет реже резать уголовный сленг, я общался с уголовниками, в жизни приходил, мне режь слух, их не разговор, конечно, но это их не разговор, а тот, кто сидит там с ним, ему режь татуху, нет ни капельки. Там может резать другое, что он говорит, да это чмо, да вот как обо всем, там вот, тут смысл, тут очень важный контекст, вот всегда важный контекст, вот я вам объясняю, что я сказал, да, там был свой контекст, потому что все то зло, которое творят, именно эта ситуация, и это действие, описывает то, что людям накакать на других людей, вот до такого доходит, люди до такого безумия доходят, им не просто плевать, нет, им накакать, они готовы какать на голову другому человеку, я говорю, это же как, заметьте, как Нина написала все это в кавычках, вот, вот, то же самое, это несказательно, да, но это же реальность, как резать сердце, больно, а мы же когда себе пальчик режем, нам все больно, вот, а это как выглядело бы, вот это такое, это такое отношение человеку к человеку, накакать можно случайно, присел, рядом друг стоит, ему чуть-чуть ногу обгонял, может такое, где-нибудь и быть, я не знаю, вы поняли, да, а это целенаправленный злодейский акт, вот так вот, вот такое вот видео, не знаю, кому оно как покажет, но это правда, знаете, обо всем этом надо говорить в простоте, это реальность нашей жизни, не бояться, не задавать их вопросов, не задумываться, не выражаться, поэтому, я вот хоть все это разобрал, весь этот комментарий, в концовке еще расскажу, к себе я, ну, в частности, вот это, из-за этого слова, в этом видео, в конкретном, я не принимаю, может быть, где-то в другом, вы знаете, у меня может быть, может быть, может быть, иногда, если тоже там, кувалды по ноге треснут, где-нибудь в хозяйстве, я могу, что-нибудь там вылетит у меня, может, и то очень редко, я себя контролирую давно, вот, может, я говорю, но это редко, и то, знаете, порой тоже уже, хоть это сейчас привычка нельзя сказать, я не знаю, как это объяснить, это тоже твои эмоции, вот именно, сказать просто, ай, мне больно, нет, ты именно готов вопить, именно эти слова, может выражать, сущность происходящего, насколько тебе больно, поэтому ты готов орать, да, вот, поэтому, короче, я все сказал, уже жую, просто, вот так вот, поэтому, тут надо все, тут, тут нет однозначного такого, все надо взвешивать, вот, я поэтому и в общем тоже поговорил, и о себе, и применительно к себе, и даже вот этого комментария, в общем, многие вам вещи, примеры из прошлого, и будущего, всего, в общем, накидал вам, теперь это все, всю эту кашу, у себя в голове раскладываете, да, как и что, это очень важно, вы знаете, все это тоже где-то вот здесь, я имею в виду не вот про то, что Нина говорит, мне там режет ухо, режет ухо, это ладно, это все как бы, все равно область плотская, хоть и такого, визуального подачи такой, да, образа, а вот вот здесь ты чувствуешь, с чем этот человек, как он это говорит, делает, это очевидно, я говорю, одно дело, когда человек уже мотивирует, мата, действительно между строк, а другое дело, когда это слова, он употребляет, это тоже, вот, сам я говорю, какие-то общеизвестные такие, я не употребляю, да, я говорю, я сомневаюсь, что слово насрать, хоть в каком-нибудь, вы найдете толкового, сказать, что в мать, видите, то есть получается, можно просто предъявить человеку, за то, что вот он мне ухо режет, мне тоже режет, я сказал, что я употреблял его в специальном, в негативном контексте, вот, но есть слова, я говорю, пипец, мне не режет ухо, хотя его оригинал, мне очень режет ухо, я тоже его не употребляю, и не хотел бы, чтобы его употребляли, с одной стороны, вот, ну, так что вот так вот, ну, я надеюсь, вы меня поняли, что будет в Царстве Небесном, естественно, для меня очевидно, когда нету зла, много у нас из жизни уйдет, не потому, что этого не будет в нашей природе, Бог может творить зло, я еще раз об этом скажу, может, Он творит его, нет, там не будет зла, зачем нам все это, там не будет грешников, вот, если там завтра злоба началось, ты должен будешь вести себя точно так же, опять, с гневом посмотреть, обличить, да, ну, а когда там не будет, все это не будет, в потенции в тебе все это есть, там это будет в реальной жизни, там будет полное благобутие, да, потому что там этого не будет проявляться, и причин, потому что каждый в себе зло закупорил, отверг его, да, деятельно, ну, или закупорил, потому что в потенции, благодаря свободе, оно у нас зеркально, относительно зла, добра, всегда существует, мы ему никогда не даем воли, зная, какое это зло существует, поэтому мы свободно вроде остаемся, но при этом становимся рабом доброты, вот и все, поэтому, так что вот так вот, поэтому здесь, видите, это просто моя реакция, у кого-то она больше, поэтому я других в этом плане, как я сказал, вот, я взвешиваю каждый, и не осуждаю, так скажем, в правильном смысле этого слова, не просто позаконически, нет, а в принципе, я считаю, это норма, как бы, да, мне даже, я бы лично ничего не предъявил человеку, вот, или наоборот, я поговорил бы с человеком, который, как бы, не до конца понимает, да, он вроде здесь правильно употребляет, но я слышу, когда он это и неправильно употребляет, я бы сказал, ну, или вот теперь своим роликом поделюсь, вот такой мой ответ, надеюсь, он вам принесет пользу и радость, утвердит в вашей жизни, еще раз я говорю, все должны достигнуть совершенства, очень важно, так что вот так вот, я на этом все, я с вами на этом видео прощаюсь, уморил вас, наверное, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, и чтобы ролики лучше продвигались, их могли увидеть другие зрители, подписывайтесь на канал, кто не подписан, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления на их видео, ну, и пишите комментарии, как видите, я их все читаю, на вопроски могу, хочу, имею желание, и возможность ответить, я отвечаю, даю свои ответы, посетите обязательно мой сайт христолюб.ру или христолюб.рф по-русски наберите, все, всем удачи, и желаю достигнуть совершенства в полноте любви, в полноте любви,